добрый день дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна самая популярная русская радиостанция на среднем западе сша а ее ведущие гэри брумер и эдвард брумер сегодня у нас беседа интервью с украинским российским журналистом военным журналистами хотел бы наверное подчеркнуть это будет даже правильно аркадия бабченко аркадий здравствуйте добрый не знаю что там у вас день утра день 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 аркадий огромное спасибо что в это позднее для вас время вы согласились с нами побеседовать и тогда первый вопрос чтобы не терять время вчера было год как владимир зеленский во главе украины такой большой и непростой страны на сегодняшний день как бы правильно сформулировать вот этот год это упущенные возможности или все еще впереди как бы вы вот оценили его деятельность течение года но я бы сказал так это год в котором не сбылись самые страшные прогнозы потому что те прогнозы с которыми вся эта команда шла не прогнозы лозунги с которыми вся эта команда шла на выборы это был какой-то просто ходячий ужас да это было просто капитуляция на тарелочке на блюдечке с голубой каемочкой но этого удалось избежать благодаря украинскому обществу этого удалось избежать люди выходили с палатками на банковую и прямой капитуляции прямого непосредственной сдачи интересов украины все-таки не произошло да то есть этот год как-то пропетляли то есть самого страшного все-таки не случилось но с другой стороны впереди еще четыре года и судя по энтузиазму и профессионализма этой команды они не будут скучными уж совершенно точно а скажите а как вы считаете он все эти четыре года будет оставаться президентом или все-таки это будет не его игра здесь сейчас вообще сложно сделать прогнозы поначалу совершенно точно это было не его и газ поначалу совершенно точно это был был некий некая такая марионетка за которой стояли какие-то там свои кукловоды кто кто именно я там понятия не имею но совершенно видо очевидно было что владимир александрович не самостоятельная политика он не субъект во всем этом деле а сейчас за год он каких-то азов понахватался все-таки да он хотя бы начал иметь представление но вот когда когда человек приходит на должность президента дает первый брифинг его спрашивает а вот вы обещали у вас там были плакаты развешенные что весной будут посадки он говорит слушайте но я вот пришел на должность президента я думал что я лично своим распоряжением могу сажать а я спрашиваю прокуратуру скажите а могу ли я сажать людей мне говорят нет вы не можете сажать людей поэтому посадок пока не будет да то есть вот человек вот с таким представлением о политике о президентской должности оказался во главе государства но за этот год каких-то все-таки верхушек он нахватался но есть марианская впадина да вот она 12 километров да вот первые пять сантиметров воды в этой марианский впадине он понял что они из себя представляют но вновь не внизу там еще один с километров 905 995 метров в того вот этой темной черной жуткой бездны который называется политикой который владимир александрович все просто никакого понятия не имеет сможет ли он учиться за четыре года но я не знаю мне в этом сильно сомневаюсь станет ли он самостоятельным игроком по моему наоборот по моему он сейчас теряет власть рейтинг его падает он будет превращаться в такого в голову короля до который конечно будет записывать видеоролики топать ногами и произносить дневные речи но реального влияния на ситуацию уже оказывать не будет да уже был бунт мэров ну вот он действительно теряет власть сможет ли владимир александрович удержаться все четыре года на посту президента я не знаю я не знаю это хаос хаос в украине и очередной майдан понятно что третьего майдана украина не выдержит его не будет мирного никакого майдана там будет сразу кровавая каша первые выстрелы и понеслась да сразу кровавая мясорубка и гражданская война понятно что это просто розовые мечты для страны оккупанта понятно что она будет всячески способствовать этому потому что ставка на владимир александровича не не оправдалась там сейчас в россии последнего ты несколько дней как раз говорят я русские русской телевидении не смотрю но мне вот читатели говорят что там началась очередная истерика по поводу того что зеленский никакой не наш друг а реинкарнация порошенко и ничего не меняется а все только на словах да поэтому ставку они будут делать на раскачанной ситуации во что все это вылезет чем все это закончится сейчас предсказать совершенно невозможно аркадий а год назад мы с моим братом когда была выборная компания в украине были на противоположных сторонах я был считал что порошенко должен остаться с его опытом и даже с его минусами а вот мой брат эдвард читал что для украины нужно новое слово новое дыхание не могли бы вы рассказал и как я понимаю вы были на стороне порошенко опять же вместе с его минусами почему вы считали что порошенко должен остаться и в связи с сегодняшними вот такими проблемами порошенко не могли бы вы его немножко описать как журналист но если у вас выбор из петра алексеевича порошенко юлии владимир на тимошенко и владимир александровича зеленского тут у по моему выбора просто нету да вот порошенко можно приписывать что угодно вот я не знаю я готов принять все претензии которые мы приписали то что он пари гатушеню липецкая фабрика тоже коррупция выросла хотя на самом деле все это неправда и коррупция снизилась липецкой фабрики никакой у него не было никакой конечно барыгой и бизнес накровил не зарабатывал но окей пускай все будет даже так допустим даже брата своего убил где он там убил не знаю в приднестровье или в молдове я уж не помню где уже все вот это вот было окей замечательно пусть даже будет так но при этом выбирать между девушкой которая заключила с владимиром путиным газовый контракт и просто привела украину в кабалу к россии из-за чего в общем-то и случился майдан и человеком голобородька из сериала но тут по моему просто вообще никакого выбора не было до порошенко я считаю что это лучший президент украины которые порошенко вообще лучшее во власти что случилось с украиной за 20 лет да он пришел он тоже не совсем понимал ситуацию он тоже поначалу пытался там что-то договариваться он там объявлял тоже массу всяческих перемирий он тоже думал что можно как-то там какие-то заключить бумажки я не знаю думал он это или не думал но во всяком случае он как минимум он выиграл время которое дало ему возможность создать армию да и вот из страны в которой на казначейском счету там оставалось 100 вот сто восемь тысяч гривен или сто восемь гривен я уж не помню сто восемь тысяч гривен скорее всего наверно да у который просто не было армии которые раскачивались и харьков и днепр и одесса и вообще вопрос стоял будет ли украина проходить границы украины по правому берегу днепра или или еще непонятно где да за пять лет этот человек вывел украину в профицит бюджета он построил армию началось возвращение своих территорий украина была одним из важнейших событий на международной арене санкции против агрессора вводились только в путь он стал действительно главнокомандующим он научился воевать поначалу конечно там воевать никто не умел ни армия которой не было не сам порошенко да они он не понимал но он по всем этим граблям прошелся все научился курс был выбран машиной это завелась она поехала да вот лежала лежала дырявая пустое корито на берегу но потом его и подлатали закупили каких-то там механизмов английских закупили солярки и она хотя бы она хотя бы пошло до по морю океану выбранный курс хотя бы был курс да там может быть коптер еще ворует портянки до повар вместо тушенки добавляет морскую воду на чпаты ла сливает соляру и продает ее там где-то на берегу но корабль пошел корабль латался корабль был отремонтирован и он все больше и больше набирал ход и в этот момент бабаться давайте поставим во главе воюющей страны человека который хорошо играл голобородька в сериале но у меня это в голове как не укладывалось так и до сих пор не укладывается новые лица какие новые лица порошенко это и есть новое лицо был кардинальная смена курса украины про российского про имперского на совершенно определенно про европейский вот вам новое лицо да когда юлия владимировна шла на выборы нам нужны какой же не был лозунг нам нужны новые реформы а нам нужен новый курс какой-то еще новый курс новый курс в этом случае означает старый потому что мы уже идем новым курсом уже выбрали новый курс мы выбрали курс на европу на демократию на субъектность на самостоятельность и самостийность куда вы хотите все это разворачивать какое еще новое лицо но случилось так так как случилось эксперимент давайте поставим во главе воюющей страны табуретку я не знаю чем он может закончиться тот скандал который сейчас в украине раскручится связанные с беседами порошенко и бывшего вице-президента байдена у меня вопрос немножко в другом то есть сам скандал понятен да вопрос у меня заключается в другом насколько украина реально зависит от америки зависела тогда от америки на и зависит сегодня на ваш взгляд насколько это реально реальная зависимость или все-таки это партнерские отношения понятия не имею я даже не знаю в чем там суть скандала я даже не открывал этих пленок не слушал их и не читал потому что когда человек который заканчивал москве школу фсб вкидывает сейчас украине пленки против порошенко и и тут же ставленник вот этой новой власти прокурор собирается заводить по этому поводу на него дело то я эти вещи просто не открываю мне совершенно плевать что там да потому что ну я из помойки вот достать какую-то информационную пищу из помойки начать ее есть я не буду у меня просто здесь информационная гигиена информационная брезгливость да я не читаю анонимные килограмм-каналы и не читаю вот все вот эти вот сливы от бывших фсбшников поэтому я даже не знаю в чем там суть насколько украина зависима или независима я не знаю не могу сказать то что в четырнадцатом году украина не смогла бы продержаться без международной поддержки это очевидно она не могла противостоять тогда россии да то что украину спас междуранным международный ленд-лиз до значительной степени да безусловно в первую очередь конечно самоподъем нации да вот это вот единение нации подъем духа невероятный совершенно да невероятный всплеск гражданского общества а во вторую очередь конечно безусловно международная поддержка насколько она важна сейчас я думаю что все еще важна не так критично конечно как 14 но все еще важна да и чем дальше с этой командой профессионалов тем она будет важнее насколько байден или соединенные штаты влияли тогда на украину на порошенко я понятия не имею но если выбирать между влиянием путина и влиянием байдена я просто вот двумя руками выбираю байдена это их хотя я даже не знаю кто такой байден если честно да я не знаю что как он у вас провести в чихаге соединенных штатах воспринимается но я вот просто если выбирать шойгу там сечина суркова и володина с одной стороны и байдена и кто там был трамп был уже не было обама обама президента и обама с другой стороны я просто обеими руками за байдена и обама если выбирать между влиянием москвы и влиянием америки пусть влияет вот чем больше тем лучше но я имею ввиду тогда одна четырнадцатый год то что происходит сейчас то что сегодня печерский суд печерский суд что вы понимали это суд абсолютно подконтрольный судья вовк это судья абсолютно подконтрольный в игоре валерич коломойскому этого личная просто напросто вот лялька лично его кукла да то что он обязывает гпу завести дело против байдена ох ребята у меня просто комментариев нету куда вы лезете зачем вы лезете вот у вас единственное что может самый оптимальный вариант да это если вы четыре года вот эти вот отсидите как есть и ничего не бы никуда не будете лазить руками и ничего не будете трогать нет украина пытается завести дело на байдена я вот сейчас сижу и прям просто суд обязал генеральную прокуратуру завести дело на байден 10 на 10 лет моложе чувство я прям почувствую себя как дома как в москве опять проклятые америкосы опять хотят на нас тут влиять опять билл гейтс всаживает чипы людям в головы а мы заводим уголовное дело на этих чертовых пиндосов городе на 30 10 годов как и не было ну такое бывает а коде ам еще одно интервью достаточно наверное даже скандальная сказал бы журналиста гордона с поклонской ну я даже не буду говорить кто такая поклонская и гиркин стрелков как вы считаете вот странность в том что поклонская насколько я знаю сама предложила гордону это интервью с гиркиным не знаю но вот гиркина и а откровение очень да да откровение обоих вот мы опять же с братом беседовали нам кажется что это в каком-то смысле охранная грамота вот они себе ищут какую-то такую вот чтобы их не ликвидировали как вы видите вот эту вот это интервью из откровения самого гордона что это будет вот одано в гагу нет но у гиркина охранный грамот совершенно точно есть его ликвидирует москве никто не будет это однозначно понятно да и это сейчас совершенно невозможно но во всех случаях если он не начнет переходить красной линии он совершенно точно понимает и красной линии и за какой а за каким за какими очередными его там словами или откровениями его будет ждать чашка с полоньем и он это и красори никогда не перейдёт опять же оба-два этих интервью я не смотрел они мне совершенно интересны но читал да мне каруза напел сосед читал я отзывы об этом я так понимаю что ну поклонская вообще не интересовался гиркин не сказал в этом интервью вот вообще ничего да как вы как вы понимаете как вы помните гиркин уже давал сотни таких интервью он ведет там записывать свои видеоролики он обо всем этом говорил уже буду десятки раз точно да никакого эксклюзива во всем этом нету гиркин если вы помните в москве это такой критик путина да это такое он же путина не любит он же считает что путин все профукал что империя теперь невозможно что он сам купленный наверное видимо проклятыми пиндосами и так далее и тому подобное да то есть гиркин это такой имперец который мыслит в категориях империи он считает что империя должна быть от аляски от канады аляска конечно же наша и до до куда он там было до варшавы да а путин этого не делает значит путин предатель родины он это его постоянно критикует но при этом красной линии конечно не переходит отмазывать путина его незачем потому что никакого суда понятное дело над путиным не будет путин путин только два варианта он либо закончит как каддафи либо либо закончить как кадаффи вот и весь его выход да но при этом все равно он досидит и 10 и 15 и 20 лет он на троне просидит и до до возраста муга бы просидит дальше уже в принципе уже неважно да поэтому путин отмазывать ему смысла нет самому ему отмазываться тоже смысла нет то что никто не в какую грагу не отдаст помрет он либо в москве либо на очередной войне за развязное имя поэтому я думаю что стрелков гиркин он в общем-то в своих высказываниях довольно таки свободе он я думаю сам может выбирать что ему делать но опять же понятно что есть какой-то куратор понятно что есть красной линии переступать которые нельзя он их просто понимает и по правилам игры остальное ему в общем-то дозволено насколько они были сами инициаторами возможно допускаю вполне возможно но в избу вот говорит что инициатором интервью с гиркиным был гордон они избу например и эту эту интервью не инициировали был ли инициатором сам гиркин я думаю что дмитрий лич это бы сказал да насколько это было возможно спецоперации сотрудничестве со спецслужбами украины я допускаю вполне допускаю может быть действительно гордон пришел там в одну из спецслужб ну не из был потому что из был от отрекается от этого может и в сбу потому что из был отрекается от этого да мы же не знаем сели они там где-то за столом выпили по кружке пива решили а давай возьмем интервью гиркин может что-то скажет я допускаю что возможно так и было да но это говорит об уровне о нынешнем состоянии спецслужб украинских потому что это тогда провальная операция да но я думаю что знаете там где я сторонник теории что там где можно выбирать между глупостью конспирологии всегда выбирай глупости в 15 процентах не ошибешься я думаю что дмитрий лич просто хотел словить хайпа потому что дмитрия лича по моему ничего не интересует кроме самого дмитрия ивича вот он хотел словить хайп он хотел словить обсуждением хотел словить миллионы просмотров он их безусловно свалил словил это однозначно а то что это мы не скажу что информационные диверсии конечно не скажу что информационный терроризм но то что это очень очень нехороший для информационного пространства украины шаг это однозначно потому что вот опять же повторюсь я писал об этом до виталий портников года два назад когда писала при днестровье сравнивал ситуации в приднестровье ситуации с донбассом он привел строчку молдавского 1 молдавского чиновника которому сказал мы сами не заметили как начали с ними говорить вот это был тот момент когда украина сама не заметила как начала с ними говорить при этом совершенно неважно скоро что сказал гиркин что сказал поклонский абсолютно неважно важен сам факт того что вот это вот шторка при открыто вот этот вот канализационный шлюз он приоткрыт да и туда уже ручеек этот пошел они уже есть информационном поле украины при этом когда говорят там что синен берет интервью у кого-то там бен ладан или я не знаю израильтяне берут интервью палестинцев это совершенно диаметрально противоположные вещи да потому что игил не захватил техас и не превосходит соединенные штаты по всем ресурсам и над соединенными штатами не висит опасность оккупации делом да то есть так же как над израилем не висит опасность оккупации палестиной а над украиной висит опасность оккупации россии россии превосходит украину по всем статьям по вооружению по армии по экономике все еще пока превосходит по людям в три раза она превосходит до по количеству железа я не знаю во сколько десятков раз она ее превосходит и это ситуация совершенно диаметрально противоположные тащить в В таком случае, в информационное поле военных преступников, я не знаю, зачем это, зачем, ну, понятно, зачем, для хайпа и для миллионов просмотров, но все-таки надо было как-то думать головой, да, потому что этот ручеек, открыть его легко, а закрыть его сложно, потому что все те люди, которые целовали Путина в попку и ездили отдыхать в Крым и выкладывали оттуда фоточки, они уже проводят семинары в Киеве, они уже выступают. Вот Лена Темникова, которая визжала от восторга и признавалась в любви Путина, она ездит с гастролями по Украине, Люба Успенская ваша там ездит по Днепрам, по Киевам, собирает полные залы, аншлаги абсолютные, да, ну, а теперь вот будет еще Гиркин с Поклонской, сейчас Гордон заявляет, что он готовит интервью с Януковичем, ну, вообще замечательно, окей, и по шажочку, потихонечку, через два года, глядишь, у нас будет уже интервью, я даже не знаю с кем, с Италием Милоновым, например, вполне допускаю. Ну, это будет интересно с Милоновым. То, что касается Крыма, для военного журналиста, насколько я понимаю, мы сами были в армии, понимаем, что такое армия, военные, но для военного журналиста, наверное, очень важна терминология. Вот у меня такой вопрос, с точки зрения Украины, Крым аннексирован или оккупирован, с точки зрения Украины, и в чем, просто для нашей аудитории, я хочу напомнить, что наша аудитория, это и радио, и ютуб. Ютуб-канал. Чтобы понять, в чем разница между этими двумя понятиями, оккупация и аннексия, и вот с точки зрения Украины, какая из этих понятий превалирует? Превалирует, да. В Украине слово аннексия не употребляется вообще, там говорят только оккупация, то есть, жестко вот эта вот точка экстримума, только оккупированная, ни о какой аннексии там речи не идет. И я точно так же считаю, что это оккупированные территории и Крым, и Донбасс. Но я считаю, что для журналиста, не только для военного, я считаю, что вообще для любого журналиста терминология самая важная, да, я всегда привожу в пример фразу выбора президента Российской Федерации. Фраза, в которой нет ни слова, правда, вообще ни слова, да, потому что в России нет выборов с 2000, ну как минимум с 2012 года, как минимум происходит. Ну, в восьмом еще туда-сюда, может быть, ладно, там Дмитрия Медведева выбрали, но с 2012-го уж совершенно точно это происходит спецоперация по, сначала была спецоперация по узурпации власти, а сейчас это спецоперация по ее удержанию, да, то есть, выборов нету, как свободного воли изъявления народа. Выборы президента, президента в России нету, потому что президент это выборная должность, которая происходит на выборах, раз нет выборов, значит нет президента, он не президент, он узурпатор, да. То есть, нет ни выборов, ни президента Российской Федерации, нет в России никакой Федерации, Россия это унитарное государство, возглавляемое, управляемое из одного центра, да, то есть, вот в этих четырех словах, все четыре слова вранье. Поэтому я всегда считаю, что мы с вами, коллеги, конечно, должны плясать о точности терминологии, но касательно вот этой вот ситуации войны, вы знаете, я точность формулировок перестал искать. И в Украине их тоже, кстати говоря, перестали искать, потому что это перестало иметь значение, да, но вот я не знаю, как для вас в Освенциме Холокост был, потому что Аушвиц был аннексирован или оккупирован, большая ли это разница, да, для Израиля, для евреев, да, большой ли это имеет значение? Я думаю, что никакого, да, вот так же и для Украины сейчас это не имеет никакого значения, какими это терминами называется, как это действительно юридически там оформляется. В ГАГе, в международном суде, наверное, это будет иметь значение, да, но для Украины сейчас не имеет никакого значения. Россия оккупант, Россия враг, Россия агрессор, Россия страна, которая со своими танками пришла на нашу территорию и утюжит наши города. Все никак иначе это там не воспринимается. Аркадий, у нас сейчас рекламная пауза, мы очень ответственны перед нашими рекламодателями, через пару минут мы вернемся в студию. Спасибо. Мы возвращаемся в программу Политинформания, радиостанция «Народная волна», и у нас сегодня беседа очень интересная и познавательная, и даже информационная, с украинским и российским журналистом Аркадием Бабченко. Аркадий? Да, здравствуйте. Да, мы возвращаемся. Перед тем, как мы перейдем к российской теме, заканчивая украинскую тему, я хотел бы спросить по поводу Михаила Саакашвили. Удастся ли ему сделать какие-то реформы в Украине и ваше личное отношение к этому политику? Нет, конечно, совершенно не удастся, потому что он назначен совсем не для того, чтобы делать реформы. Никто ему там не даст делать никакие реформы. Прошу прощения. К Михаилу Саакашвили я отношусь, напополам я к нему отношусь. Я считаю, что то, что он сделал в Грузии, за это Грузия ему должна поставить памятник. Великий реформатор, великий политик, просто потрясающий человек. Потом, говорят, он начал терять тоже адекватности, начал переходить планку и сваливаться в диктатуру, тоже допускаю. Но то, что он Грузии сделал рывок на десятилетия, опередив ее развитие, это однозначно. То, что Грузия такая, как она есть сейчас, это, конечно, полностью его заслуга. Он ее выдернул из совка и толкнул в сторону Европы и мирового сообщества. То, что он делает в Украине, я считаю, что за это ему должны быть предъявлены уголовные обвинения. За то, что если вот те разговоры, что он брал деньги из России на проведение всяких там своих майданов, если это правда, то этот человек тогда должен быть не просто выдворен из Украины, а сидеть он должен. И пока ничего хорошего в Украине я от Михаила Николаевича не ожидаю. Дай бог, чтобы я ошибся, но роль советника или заместитель секретаря, по-моему, да, окажется. Да, по реформам. Да, нацирады по реформам. Ну, это абсолютно декларативная роль, которая не имеет под собой вообще ничего, совершенно ничего. Аркадий, а теперь мы перейдем к России, как понятно, эта тема всем интересна. И недавно Владимир Путин сказал такую сакраментальную фразу. Россия – это особая цивилизация. Как вы видите? Я думаю, что он сказал, что Россия – это я, что мелочиться-то, уже, по-моему, пора доходить до этой стадии. Но то, что Россия – это особая цивилизация, я бы не сказал, что это какая-то новость или что-то сакраментальное, да, потому что все эти 20 лет мы об этом слышим, что у нас, значит, что у нас там сначала было, суверенная демократия, да, потом «Особый путь», потом у нас был «Русский мир», сейчас у нас, что там, я забыл, извините, фразу, как он сейчас сказал? А Россия – это особая цивилизация. Особая цивилизация, да. Ну, мы, наверное, потомки рептилоидов с Нибиру, как она там называется. Но этим не могло не закончиться, да, когда страна становится на эту дорожку, у нее есть вектор движения только в одну сторону, в сторону Северной Кореи через Третий Рейх, да, о том, что мы новые суперменши и новые суперарии, ну, и у нас черепа самые правильные формы, а у всех остальных не самые правильные формы, но этого не могло не быть. Я просто удивлен, что это произошло так долго, я думал, что это произойдет раньше, лет так на пять. А в России когда-нибудь, когда-нибудь, все-таки режим сменится. Я на это очень надеюсь, мне хотелось бы, чтобы Россия была, можно так сказать, политически цивилизованным государством. Как вы считаете, те люди, которые на сегодняшний день являются лучшими учениками в этой стране, я имею в виду не только политиков, но и деятелей культуры, и особенно тех пропагандистов, которые существуют в России, я имею в виду Соловьев, Скобеев, вот эти вот персонажи с главных каналов. Как вы считаете, должны ли они быть люстрированы, вот в этом случае, если придет, ну, другая власть? Или, как говорится, по христианской традиции, оставить их в покое? Не трудно, простите. Неделю назад под Парижем поймали 85- или 87-летнего мужика, не помню сейчас его фамилию, руководителя и владельца радио Тысячи Холмов, руандийского радио, которое было признано Международным трибуналом по Руанде, было признано ответственным за киноцид, и его журналисты этого радио получили там сроки до 20 лет. Там, по-моему, 13 человек обвинялось, и какие-то из них получили, или 13 человек получили, ну, в общем, не важно, не суть важна, да? Вот те журналисты, в кавычках, этого радио Тысячи Холмов, которые... Они просто вели свои передачи, говорили, называли тучи тараканами, говорили, что тараканы собрались там в церкви по такому-то адресу, да? Сами они не убивали, и, в общем-то, и призывов там не было. Они просто вот сообщали такую информацию. Тем не менее, они были признаны виновными и получили большие сроки. Вот неделю назад пойман, наконец-таки, после 26 лет поисков, пойман владелец этого радио, который жил под вымышленным именем в Париже. Я не понимаю, почему он не жил в этой своей замечательной Руанде, а в Париже, ну, у них у всех как-то такая тяга. У всех, кто ненавидит проклятую Европу и проклятую Америку, у всех, как правило, гражданство Европы и Америки имеется, да? Так вот, что касается всех этих лучших учеников, я считаю, что они должны быть не только иллюстрированные, а точно так же посаженные. И я думаю, что они должны быть там посажены в хорошем случае на пожизненное. Потому что самое мощное оружие России – это не подводные лодки, это не ядерная трилогия, триада, это не танковые армады дивизии с десятками тысяч танков, и не 140 миллионов поехавших головой их там нет. Самое главное оружие России – это зомбоящик. Это действительно казалось сильнейшим оружием, невероятным оружием. Константин Львович Чернц свои деньги получает совершенно не зря. Он их отрабатывает на 100%. Я в 2014 году был в Москве, я видел, как сходит с ума целая нация. После 2014 года у меня нет вопросов, как Германия, что произошло в Германии в 38-м, в 37-м, в 39-м году. Я видел это в прямом эфире на примере своего народа, на примере своей нации. Я видел точно так же в Украине, как зомбоящик способен сделать табуретку главой воюющего государства. Это тоже все сделало телевидение. Поэтому обитаемый остров Стругацких, накаркали заразы, вот эти вышки, эти передающие ретрансляторы, Владимир Путин отлично понимает силу телевидения, потому что когда он пришел к власти, захват путинизм в России начался с разгона НТВ. Первым делом он разогнал телевидение. Он, слава тебе, Господи, не понимает силу интернета еще до сих пор. Если понимал, то интернет никакого в России не было. Но все эти люди понимают отлично. После захвата Крыма, когда там произошел блок-аут, когда там было отключено телевидение, туда привезли передвижные телевизоры огромные на газелях, вот эти огромные 5 на 5 метров плато, не плато, эти панели, которые там вещали крымчанам про Великую Россию. То есть это передвижные ретрансляторы из братьев Стругацких. Вот просто один в один. Поэтому я считаю, что все люди, кто в этом работают, они не то что у них руки в крови, они просто по уши в крови. Потому что телевизор убил украинцев больше, чем 10 Гиркиных вместе взятых. Это телевизор отправлял туда людей. Это телевизор сделал так, что туда тысячами ехали все эти алкоголики из города Героя Камышлов, в котором я служил. Я знаю, что такое Камышлов в 95-м году там служил. Я понимаю, почему они оттуда ехали на войну. Им еще бы просто того, как им еще и мозги прочистили. Я совсем не удивлюсь, что когда эти ретрансляторы будут включены в новую силу, они ввяжутся и в новую войну, и в более кровавую. Поэтому на этих людях вина... Юлий Штрахер был казнен. О чем тут еще говорит? Аркадий, возвращаясь к теме журналистики, был известный эксцидент покушения на вас. Мы не будем это сейчас обсуждать, как и что это было сделано. Но в одной из передач после этого известны вам Павел Гусев, главный редактор московского комсомольца, на вопрос о журналисте Бабченко. Сказал, я не знаю такого журналиста Аркадия Бабченко. Что бы вы могли ответить на вот его этот... Знаете ли вы Павла Гусева? Да, знаете ли вы Павла Гусева? И еще второй персонаж очень интересен для нас, Алексей Венедиктов, который вот старается пройти мимо, между струй дождя. Как вы видите вот этих вот людей? Ну, Павел Николаевич пытался поначалу пройти между струек. Сейчас он уже занял позицию, понял, по какую сторону баррикад надо быть. И он по эту сторону баррикад однозначно уже... Там никакого веления между струйками нет. Павел Николаевич был моим первым работодателем. Я работу начинал в московском комсомольце. Он там сказал немного по-другому. Он сказал, что после этого журналиста Аркадия Бабченко для меня не существует, хотя мы вот его на улице подобрали, отмыли и сделали журналистом. Ну, не совсем так. Павел Николаевич меня, в общем-то, и уволил из московского комсомольца. Но все. Ну, для меня эти люди, которые... Ну, ты должен быть журналистом, да? Ты должен как минимум писать беспристрастно, да? Ну, а после того, как Павел Николаевич принял сторону агрессора, все. Ну, вычеркнулась в жизни, забыла, поехали дальше. Мне здесь говорить неинтересно и не о чем. Алексей Алексеевич все пытается пройти между струйками. Он все подо него, все... Один и тот же разговор, зато я сохранил радиостанцию. Ну, да, сохранил, действительно, это правда, да? Действительно, она есть. Но там это радиостанция, да? Сейчас вот заходишь на сайт Эхо Москвы, и там блогер Горный, приказ о котором о трудоустройстве... Не о трудоустройстве, а приказ о присутствии которого на сайтах в блогах Эхо Москвы был спущен напрямую из администрации президента, да? Ну, там Гиркин, там Поклонская, там Олег, этот, господи... Кашев! Давайте я вам расскажу про Волынскую резню, Царев, там Поп Смирнов, там Поп Чаплин пока еще был живой, там Милонов, там полный набор, да? И вот ты заходишь, и там не совсем понятно, что читать, что смотреть. Поэтому, ну, да, как бы радиостанция сохранилась, но вот так вот по шажочку, потихоньку, помаленьку, и уже ты не понимаешь, это чья радиостанция, для кого она, и кто там главный, Шендерович, главный там персонаж, или Дмитрий Песков и Маша Захарова, да? Да. Россия, будем так говорить, в девяносто первом году власть в Советском Союзе отменили идеалисты, ну, условно говоря, то есть вместе с Борисом Ельциным хотели как лучше, как говорил, помните, Черномырган, получилось как всегда. Почему Россия на сегодня... Не почему Россия, а можно так сформулировать, насколько россияне, Россия остаются до сих пор советским государством? Я этот вопрос, кстати, задавал, в прошлый раз у нас был Матвей Гонопольский, но я это задавал по поводу украинского народа. Вот ваше мнение по поводу российского народа, насколько он до сих пор остается советским народом? Знаете, я сегодня Бандеру переводил на русский язык, пост сделал из его статьи с 1950 года, вот там заменить большевизм на путинизм, и не изменилось ничего. За эти 70 лет не изменилось вообще ничего. То есть он вот просто описывает сегодняшние реалии России. При этом он там пишет, что неважно, царский это империализм или большевизм, что русский народ не есть жертва ни империализма, ни большевизма, они его носители. Вот сейчас можно добавить к этому слово путинизм. Неважно, какой в России строй, царизм, большевизм, сталинизм, путинизм, демократизм ли ельцинский, там ничего не меняется. Эта страна империя, она не может быть другой, она не станет другой. Советская ли это империя, Российская ли это империя, Путинская ли это империя. До тех пор, пока она существует в этих границах, она никакой другой быть не может. Могут меняться только названия, но сама суть этого строя не изменится. Россия сможет быть демократическим, свободным государством только в том случае, когда она станет маленьким европейским государством Московия. Вот как Римская империя стала небольшим европейским государством Италия, и стала совершенно демократическим, европейским и замечательным, и со свободами, и гражданскими правами, и ля-ля-ля-та-па-ля, все как надо. Вот то же самое произойдет с Россией. Это неизбежный процесс, потому что эпоха империи закончилась. Вопрос только в том, сколько займет это время. Римская империя разваливалась в 600 лет, Российская империя разваливается в 100 лет. Первая серия была в 1917 году, вторая серия была в 1991 году. Причем, кстати, с вами все-таки, наверное, частично не соглашусь. Я считаю, что советский строй закончился, то власть закончили не идеалисты, а то власть закончила цена на нефть в 9 долларов, которая продержалась в течение нескольких лет. То, что там было тогда в 1991 году, был действительно гигантский гражданский подъем, который был в Украине примерно в 2014 году, да, и действительно люди выходили на улицу, готовы были сражаться и выходили чуть не миллионы, но уж сотни тысяч точно. Это действительно правда, да. Но свободным демократическим государством в России просуществовал два года. Да? До 9-го года. До 9-го года. До 9-го года танки начали фигачить по парламенту. По парламенту. Парламенту. Как он тогда назывался парламент? Не Дом в Союзах? По Российской Думе, наверное, да, назывался. Нет, тогда не думаю еще было. Ну, неважно, короче говоря. По Верховному Совету. По Верховному Совету, да. Как бы мы с вами не относились к Верховному Совету и Круцкому, и Анпилову, и кто там еще тогда был, и Бракашов там прибежал со своими сотней полоумными, да. Как бы мы к этому не относились, но извините, у меня все-таки это был парламент страны, да. Вот на этом демократизм в России закончился. И еще полгода Россия была демократической страной с февральской революции 17-го года до Октябрьского Переворота 17-го года. Вот два с половиной года Россия в 20-м веке была демократической страной. А дальше он опять свалилось в свое естественное состояние. 91-й, 99-й, это было неестественное состояние. С 93-го по 99-й все-таки тоже какая-никакая, но все-таки там демократия со свободами слова была, да, скорее анархия, но тем не менее, все-таки что-то было. Бандитская демократия, скажем так, да. В 99-м она закончилась. И вот это все одной фразой описал совершенно замечательно Невзоров, который сказал, что 10 лет эту машину пытались заправлять демократии, свободы, правами человека она не ехала. А как ее заправили величием и тоталитаризмом, она тут же поехала, не поехала, а полетела просто-напросто. Поэтому советская ли она, путинистическая ли она, большевистская ли она, Николай Второвская ли она, совершенно неважно. Это империя. Это империя, а суть империи, как мы с вами знаем, одна, только расширение, только экспансии. Если империя перестает расширяться, она начинает скукожиться, она перестает существовать в конце концов. Каков процент там этого имперского народа, хоть советского, хоть какого угодно, 94. 94. Это я вам могу ответить. Это рейтинг поддержки оккупации Крима. Вот у Путина, говорят, что у Путина там 86%, никогда у него никаких 86% не было, никогда у него такого монолита не было. Наверное, большинство его поддерживало, может быть, 50, 55, 60%, да, большинство, но никаких 86% не было. А у Крима наше действительно было 94%. Это я вам опять же повторюсь, я видел своими собственными глазами. От академиков до мужиков-гаражеков, с которыми я бухал. Я думаю, это ответ на ваш вопрос. Спасибо. Аркадий, с точки зрения ветерана чеченской войны, что бы вы сказали по поводу Рамзана Кадырова, который сегодня является достаточным тяжеловесом российской политики и таким повелителем гор. Вот, вы прошли все это, всю эту войну. Как вы видите сегодня вот это положение такого вот хана, хана Кадыра? Ну, про Рамзан Ахматович не мне говорить. Я все-таки был оккупантом на этой войне, как ни крути, да. Меня не спрашивали, я это понимаю, и меня не спрашивают, но тем не менее я был с оружием, пришел на чужую землю, да, и как бы здесь как и осталось в этой ситуации, что чья бы корова мычала. Во всем остальном, да, Чечня отдана на откуп хану и он там полный, полновластный хозяин и делает, что хочет. У нас остается не так много времени, а вопрос касается оппозиции. Я всегда задаю этот вопрос, мне очень хотелось бы понять, насколько оппозиция в России сильна, и есть ли у нее возможность прийти к власти, будем так говорить законным путем, или все-таки Россию ждет революция, на ваш взгляд, может быть субъективно, но все-таки. Да, вы оптимист, Россию ждет революции. нет в России никакой оппозиции, поезд ушел, время упущено, 6 мая 2012 года был последний момент, когда можно было что-то сделать, когда нужно было выходить и нужно было что-то делать, но именно тогда ушли в загон на Болотной и с тех пор все. Ходить шариками, махать по загонам это уже ни о чем не говорит, а сейчас это уже разгромлено совершенно полностью, да, я не знаю, две трети, если не три четверти тех, с кем мы ходили тогда по улицам и кричали нам нужна другая Россия, они либо в тюрьме, либо уехали, либо убиты, да, я сам вот уже эмигрировал, я вот бывшая оппозиция, и то у меня уж там нет, я бежал, забрав штаны, да, поэтому власть Путина устоялась за бронзовела напрочь, она зацементировалась, загранитизировалась напрочь, ни о какой оппозиции говорит, там не приходится, ни о каком приходу к власти говорит, там не приходится совершенно точно, строй там сменится только с экономическим кризисом, либо смертью Владимира Владимировича Путина, что раньше наступит, то и будет причиной смены строя, если доживет Алексей Анатольевич Навальный, то скорее всего следующим будет он, но я не думаю, что он сумеет удержать власть, и я думаю, что после него к власти придут уже совсем какие-нибудь конченные упыри, насчет России у меня прогноз как раз-таки пессимистический, но это в любом случае вопрос не ближайших ни пяти, ни десяти лет. У нас есть вопрос на одну минуту, да? Аркадий, а быстрый вопрос, что такое русский патриотизм? Или есть он вообще, или это иллюзия? Только коротко, пожалуйста, потому что время почти не осталось. Русский патриотизм это русофобия, потому что самый лучший строй это либертарианство, как я считаю, а российский либерал это аксюмарон, потому что Россия империя значит имперский либерал, имперского либерала быть не может, либерал может быть только антиимперским, значит антироссийским. Вот это и есть русский патриотизм. Аркадий, я хотел бы выразить вам огромную благодарность за ваше интервью, оно очень-очень интересное, я думаю, нашим радиослушателям, наша аудитория, оно понравилось. Мы очень рассчитываем на продолжение нашего... Вопросов много. ...нашей беседы, и хотим пожелать вам здоровья, всего самого лучшего, приезжайте в Чикаго. Благополучия вашей семье. Спасибо. И вам всего лучшего, спасибо, что позвали. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова